Вот это все, до сих пор вот эти все следы. В конце лета наш коллега Елена Макаренко, можно сказать, приобщилась к Китаю. Тогда женщина переболела коронавирусом в легкой форме и даже не подозревала, что ковидный хвост будет преследовать ее спустя несколько месяцев после болезни. В какой-то момент появились отеки, высокое давление, боль в пояснице и узелки на ногах, как при варикозе. Ходить было уже невыносимо. Хирург мне без тени сомнений сказал, что, ну, а что вы хотите, девушка, таких сейчас много вообще. У вас это просто вот вирус. Идите снова к терапевту, пусть он вам прописывает необходимое лечение. Терапевт сказал, ничего страшного, это все пройдет. Вот витаминчик С, попейте, кровь у вас немножко будет такой разжиженной, все будет хорошо. Вскоре у Елены даже нашли антитела к новой инфекции, а также серьезные проблемы с сосудами после ковид-19. При этом терапевт заверяла, у вас всего лишь ОРВИ. Женщина потеряла много времени. Сейчас она лечится уже у другого врача, и за три месяца ей предстоит потратить более 30 тысяч рублей на лекарства для почек и сосудов. Куда вот вирус может улететь, где есть микробная флора, которая может вызвать воспаление? Мы видим, что все-таки больше именно там, где сосудов очень много. Это почка. В стационарах пациенты получают гепарины, гепарин, например, в живот, курантил получают. Это все сосудистые препараты. Но когда они выписываются из стационара, то тогда гепарин очень сложно удержать в дозировке. Он требует непрерывного контроля. Ну и уколы в живот, кто будет сам делать себе самому, сложно. Медицинские работники и так загружены. Болезни почек, диабет, гипертония. Таких пациентов с наследием коронавируса сейчас стало больше, говорит уролог Ярослава Яковец. Приходят даже молодые. Есть пациент, которому 21 год. И надо сказать, что отголоски ковида приходят не сразу. Например, человек переболел ангиной или УРВИ очень серьезным, то осложнение на почке приходит только после второй недели. На третью, даже на четвертую неделю. Поэтому это даже классика практически. Ну, технология такая. Что касается отдаленных последствий этой коронавирусной инфекции, прошло совсем мало времени, понимаете. И утверждать, что это может быть так, и утверждать, что это может быть или по-другому сейчас трудно. Предположить о том, что число острых сердечно-сосудистых событий после того, как мы справимся с этой бедой, конечно же, можно. В свое время назначу мне препараты для сосудов, которые защитят меня вовремя. Возможно, сейчас бы я не пропивала эти антибиотики. Все это серьезно может ударить по здоровью и дальше. Уже сейчас понятно, вирус поражает не только легкие, но и всю сосудистую систему. И даже незначительные скачки давления могут быть сигналом для похода к врачу. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День Столка.